Всем привет, дорогие мои друзья! Хорошего вам настроения! С вами Рэй и продолжаем играть в игру Demon Busters. Так, выбираем с вами снайпера. Да, наверное, будем все-таки за нее. И, как говорится, вперед на уровень. Мы с вами остановились, если не ошибаюсь, да, ребята, на 57 уровне. Вдвоем работать проще, но не могла бы ты в следующий раз стрелять точнее, говорит наемник. Снайпер не промахивается. Снайпер проверяет разные углы попаданий. Хе-хе, понятно. Как скажешь, но признаюсь, что собеседник из тебя так к себе. Да какая разница, какой собеседник. Главное нам проходить игру, причем довольно удачно. Так, отлично. Ну, давай, валим. Так, что такое? Ёпросоты, я опять не взял оружие с собой. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, как же так лопухнулся-то, а? Ладно, давайте, ребята, сейчас мы с вами поменяем оружие нам. Естественно, мы будем брать снайперскую винтовку, нашу любимую. Все, вот теперь будем давать им всем жару. Да, я хочу приобрести за 300 голды, грубо говоря, за 300 кредитов. Мы получили с вами две ракеты. Ракеты вы прекрасно знаете, что решает много чего и во многих миссиях. Так, здесь у нас ящики что? Кредиты. Здесь, наверное, тут... А, нет, смотрите-ка. Здесь у нас патрончики были. Так, ну что, я думаю, что эта миссия будет довольно легкая, потому что, как мы видим, здесь у нас одни скорпионы да паучки нас ожидают. Ну, а для снайпера это просто, знаете, как бальзам на душу, потому что она именно по этой фигне специализируется. Отлично. Так, два скорпиончика здесь осталось. Хе-хей, завалили. Так, обойму получили и кредиты. Ух ты, что-то больно коротенькая какая-то миссия у нас была. Ну, нам от этого только лучше. Ладно, давайте выходить. Так, левел комплит. Все отлично. Так, но здесь только кредиты, поэтому не важно, что мы выберем. Так, 58-я миссия, ребятушки. Ну, что, давайте, наверное, сразу приступим. Не будем ничего пока менять. Менять, заменять. Будем смотреть. Оу, нет, это что такое? Высший гуль. Ё-пар-с-э-тэ. Ой, да он, оказывается, ватный. Я-то думал, что сейчас будет такой демон здесь. Так, зомби-солдат. Черт подери, перезарядка. Оу, ближний бой нужен. Ё-моё. Так, ладно. Ну, уже очень много хп потратил, ребята. Ай-яй-яй. Опять же, нечаянно, не специально. Зомби-солдат, высший гуль. Давайте высшего гуля вначале разберем. Да ё-моё, ну что ж такое? Все время забываю об этом. Так, перезарядочка. Вот. Так, теперь нужно рукопашкать. Да что ж такое-то? Частичное поглощение урона картечью, да? Блокирует атаки с расстояния через несколько ходов. Вот, в принципе, все и понятно, что он делает, ребята. Надо в него стрелять. Так. Я боюсь, что снайпер у меня сейчас здесь долго. Хотя нам дают аптечки, стимуляторы. Может быть, еще какое-то время с вами и продержимся здесь. Так, грохнули мы его своим перком суперским. Отлично, бронебойные нам дали. Так. Давайте, наверное, с зомби начнем. А теперь лорда. Да что ж такое? Я все время забываю, что три заряда у всего снайперской ментовки. Три. А не пять. И не десять, блин. Как в других видах оружия. Ай-яй-яй. Очень мало жизней. Ну-ка. Так, ладно. Пока терпимо, ребят. Пока справляемся. Высший гуль. Хорошо, что он такой ватный. Согласись, ребята. Так, вот. Подкрепились. Подлечились. Так, вот два зомби-солдата. Плохо. Ай-яй сейчас будет блокировать, наверное, да? Да, ребята. Фух, справились. Ну, дайте мне еще, пожалуйста. Да, конечно. Кроме проблем, они больше мне здесь ничего не дадут. Так, горючка для бензопилы. Ну что же, высший гуль, да, значит? Его-то, в принципе, мы сейчас размажем по-быстренькому. Так, здесь у меня всего лишь три ракеты. А-а-а. Черт его знает. Ладно, давайте попробуем. Ай-яй-яй. У нас вообще практически не осталось жизни. 189 очков хп. Один плазменный заряд мы с вами нашли. И всего три плазменных заряда у нас в данный момент. Так, призрак лорд. О-о-о, вот это была моя, наверное, большая ошибка. Высший гуль. Да нет, давайте, наверное, его-то мы из... Вот так вот сделаем. Да, скорее всего. Хотя можно было бы просто... Что так... Ё-по-рассете! Вот это, вот это я сейчас тупанул, ребята! Вот это была... Глубочайшая и большая моя ошибка. Это ж надо было взять с собой гранатомет, в котором нету зарядов. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя, в принципе, были шансы все пройти эту миссию практически элементарно. Так, забираем груз. Давай, все-все-все забираем. Так, улучшить. Нет, пока нам не на что улучшать. Пускай он дальше летит. Коммандос. Ммм. Ну, можно, в принципе, попробовать и командосом поиграть, затащить эту миссию. Вдруг у нас получится. Хотя, там у нас гули, у которых, у которых, ребята, есть этот... Сопротивляемость к дробовику именно. Так, давайте мы это все продадим лишнее. Сколько у нас? 2 800. Ну, почти 3000 кредитов. Возьмем, наверное, мы с вами силача. Хотя силач М2, у него все-таки 3 цели поражения. Давайте возьмем, наверное, лучше его. И попробуем затащить этот уровень. Надеюсь, у нас получится. Так, понеслась. Ага, гули и ледяной паук. Оу, ледяной паук что-то очень плохо разбирается с дробовика. Хотя должен, по идее, только на ура крошиться. Он же все-таки ледяной. Хрупкий, так скажем. Ладно, давайте забираем обойму. Здесь у нас опять ледяной паук. Блин, трир. Опачки. Он меня еще и замораживает, гад. Слушайте, по-моему, я опять сделал неправильный выбор в плане наемника. Скорпион. На удар его и хватило. Так, отлично. У меня накопился перк. А перк, как вы помните, это заморозка. Замораживает основное оружие. Чаще уворачивается от удара. И опять же у него блокировка через несколько ходов происходит. Кстати, блокировка отмечается в плане щит. И на нем написано, через сколько ходов он будет этот перк свой употреблять. Так, вот мы нашли с вами выход. Здесь кредиты мы забираем. О, там скорпиончики нас ждут. Где мой кофе? Прикиньте, да, ребят? Ледяной паук орет. Где мой кофе? Ладно, будем разбирать. Ну что же. Ох, ё-моё. Да, делать нечего. Приходится, приходится, ребят, стрелять. А жизни просто тают у нас. Так, здесь у нас давай, наверное, восстановим немножко здоровья. Правда, не себе, а наверху опять же не знаю, что оно делает. Вот если мы критуем, то паук ледяной загибается сразу. Если мы просто стреляем, то три раза нужно шмальнуть. Вот то ли дело со скорпионами, да? Просто на выстрел их хватает. Так, давайте-ка. А, ледяной паук. Замораживает два хода, и он замораживает моё оружие. Ребят, ну, это никуда не годится. О, медпакет. Отлично. Так, здесь мы с вами сделали зачистку. Ну и давайте покидать, скорее всего, эту зону. Здесь нам уже нечего делать. Так, левел комплит. Да, всё по полной программе. На 100% пройдено. Дайте ящик. Дайте, пожалуйста, мне ящик. Ах, чёрт подери, а. Дали кредит. Так, 59-я миссия у нас. И следующая уже будет с карточками связанная. Это очень замечательно. Поехали. Так, патроны. Здесь у нас тоже патроны. Так, гуль у нас здесь, да? Гнилой. Чёрт, какой он крепкий, а. А это у нас ловкий гуль, да? Ммм, блин. Сколько же в них стрелять приходится, а? Так, ещё и червь тут, а? Ёлки-палки, да что ж за невезуха такая? Чё-то червь вообще у нас не хочет разбираться. Вы смотрите. Так, мы далеко с вами не уйдём, ребята. Вот что я вам могу сказать. Так, опять у нас ловкий зомби. Три раза в него нужно попасть, чтобы он разобрался в конце концов. Ну давай, стреляй, он кричит. Так, чаще уворачиваться от удара. Ага. Частичное поглощение в рукопашном бою. Ммм, да. То есть в любом случае сюда приходится идти с огнестрелом. Никаких бензопил, никаких топоров. Так, червь у нас остался здесь, да? И вот так мы делаем с вами. Да, немного мы, конечно, выиграли от этого. Но урона получили немножко меньше. Ладно, вот и выход у нас. Опять ловкий зомбарь. Четыре, пять, пять, шесть. Ё-моё. Семь. Семь раз я в него бомбанул, чтобы разобрать. Офигеть, можно. Блин, я просто прекрасно знаю, что снайперша таких сосунков крошит за три выстрела максимум. А этот аж семь. Да, и я не вижу в этом даже преимущества по жизням, что у него очень много хп. Да неужели все, ребята, а? Ух, нам повезло. Левел комплит. Все-таки мы прошли этот уровень. Но согласитесь, было довольно опасно. Но есть. Заработали сундук. И у нас карточки. Давайте смотреть, что здесь выпадет. Наемник. Неужели у меня наемник наконец-то начал расти? Так, тысячу кредитов получаем. Так, дальше у нас крюгер. Ага, это пистолет. А, бойма. И скордер. Ё-моё, это что за фигня? Что за скордер? Так, давайте-ка посмотрим, что там здесь выпадет. Мясник М2. Ладно, бензопила. Кредиты 750. Хорошо. Автомат. Обойма. Ну, естественно, для автомата. И опять обойма. Ну, как-то кисло. Не очень. Я доволен, конечно, что нам досталось. Ммм. Так. У нас с вами 5500 кредитов. Здесь мы, естественно, ничего развить не можем. Крюгер нам этот нафиг не вздался. Так, вот этот автомат, я думаю, мы тоже продадим. Он вообще салаговский. И вроде бы все. А, нет. Мясник у нас, да? Да, мясник можно продавать. У нас потрошитель в разы круче. Все на этом. Так, мы можем с вами что? Вот. Дробовик. 23 в плюсе единиц. 6000, ребята, стоит. Хе-хе. Вот так вот. Будем пробовать. Как говорится, куда деваться? Давайте наемнику уровень повысим. Все. Ну что, наверное, возьмем все-таки опять же Коммандоса, да? И пойдем дальше проходить с вами миссии. Так, один момент, ребята. Посмотрим. Ну, вроде бы все нормально. Так, дробовик у нас взят то, что нужно. Поехали. 61-я миссия. Пришло время аннигилировать этот рассадник зла, говорит Коммандос. А не что? Мне так нравится, когда ты такой грозный, малыш. И все твои эти словечки. Не называй меня малыш, это не круто. Нас могут услышать. Ага, у них тут, ребята, интрижка, видимо. Малыш-крутыш, стесняется? Смотрите-ка, медик. Оу, случайное событие. Экзоскелет. Вот это круть, ребятушки. Вот это замечательно. Я сейчас буду тут всех крошить. Без разбора. Причем ничего абсолютно не боясь. Грубо говоря, это фарт. Так, поехали. Будем собирать здесь все, что нам попадется. Оу, ракеты, это хорошо. Так, горючее для бензопил. Гули, вас здесь ничего, к сожалению, не спасет. Вы здесь уже заранее все мертвы. Вы еще даже об этом сами не подозреваете. Ого. Ого, это что такое? Феникс? Откуда еще тут Феникс какой-то? Фига, он в голема, потом в Скордера. О-о-о. Так, ледяные гули, опять Феникс? Да вы посмотрите, он Феникс, потом он в голема и в конце концов в Скордера перевоплощается. Три трансформации у него. Это не есть гуд. Если бы, ребята, у меня не было бы этого костюма, что бы я тут делал бы? Хе-хе-хе, интересно, как бы я здесь выигрывал, а? Обалдеть, миссейка. Так, ладно, давайте здесь зачищать этих Фениксов просто куча. Везде они стоят, смотрите, в каждой комнате практически. Так, давайте-ка мы его разбомбим. Голем, потом Скордер, да? Три трансформации он имеет. Так, мы начали с вами выход. Горючее, и надо вот здесь вот. Ага, гуль. И два Феникса, ё-моё. Так, разбомбили, Скордера уничтожили. О, две ракеты, шикарно, ребята. И всё, что ли? Блин, ну могли бы именно, когда я в этом костюме, миссию дать и побольше в разы? Чёрт, дайте ящик мне тогда, а? О, фортануло, ребята. 62-я миссия у нас. Так, давайте мы с вами посмотрим, что в этом ящике. Так, потрошитель. Хорошо. Две ракеты. Замечательно. Восемь ракет уже у нас. Так, топливо. Ну, это фигня. Так, обоимочка. Тоже бред полный. И кредиты 750. Ладно. С этим мы разобрались. Давайте с вами поехали дальше. 62-я миссия у нас с вами начинается. И... О, да тут не особо-таки враги-то сильные. Начинаем, как говорится, всех разбивать. Мне дали чё, стимулятор. Шикарненько. Так, здесь у нас ледяные пауки. Так, плазменный заряд нам тоже пригодится. Раз, два, три. Три выстрела. Замечательно. Раз, два, три. Да, по три выстрела нужно ледяному пауку, чтобы разобрать его из дробовика. А этим и выстрела хватает. Потому что это скорпионы. Они слабенькие. Это вообще самые начальные мобы. Так. Здесь у нас вот так что. Но, тем не менее, всё очень даже хорошо получается. Разбираем на одном дыхании. Всё-таки не зря я взял дробовик, который у нас поражает именно три цели. Если бы сейчас он поражал две, возможно, быстрее бы у меня тратились бы жизни. Ну и, соответственно, патроны. Замечательно. Так, здесь у нас кредиты, а тут патроны. Ладно. Готов. Так, скорпион, тоже мы тебя разбираем. Так, с пауком ледяным. Вообще критануло замечательно. Просто на один выстрел их хватило. Здесь гули нас ждут. Тут скорпиончики. Так, ракеты. Ух! Пошла-пошла у нас, как говорится, прибавочка по ракетам. Это хорошо. Они нам вскоре очень пригодятся. И, конечно, хотелось бы очень побольше кредитов бы нам заработать. Потому что надо апаться дальше. Мы, как видите, уже немножко отстаём от графика. Так, кредиты по 15. Ладно. Тридцаточку поимели. Здесь что у нас выйдет? Так, 25,8 топлива. Ладно. Так, тут мы забираем кредиты. Ага, гуль и паук. Так, ладно, паука мы сейчас заколбасим. Блин, мне бы сейчас не помешал бы какой-нибудь стимпак, чтобы подхилиться маленько. Ну что, это у нас был последний зомбарь? Не зомбарь, а гуль. Всё, ребята. Сто процентное прохождение этой миссии. Замечательно просто. Ну, хочу сундук. Мда. Не видать сундука мне. 63-я миссия у нас начинается, ребята. Так что будем сейчас с вами полный расколбас там делать, надеюсь. Так, ну давайте, наверное, улучшим мы всё-таки наш транспортник. Полностью его раскачаем, как говорится, чтобы он нам уже мозги не компонсировал. Так, отлично. 60-я, подожди, надо его отправить. Пускай летит пока. Чё это, я про него забыл-то совсем. Ну что же, давайте приступать. 63-я миссия у нас. Ох ты! Ну это просто везуха какая-то, ребята. Я опять получаю боевого робота. Этот экзоскелет. И сейчас мы здесь с вами повеселимся. Да, это очень редко, когда два раза подряд выпадает костюм. Смотрите-ка, ракеты получаем. Так, тут у нас скордеры. Ну это салаги. Стимулятор, в принципе, здесь вам и не нужен. Я выживу здесь. Так что, так, опять скордер. Всё разобрали буквально моментальненько. Здесь у нас кто? Гули. Так, я выполнил дополнительные задания. Хорошо. Потом с вами заработанные деньги снимем. Так, кредиты. Хорошо. Всё это нам пригодится. Так, тут опять кредит лежит. А что у нас в луже? То же самое. Патроны. Так, скордер гуль. Сосунки. Нахлобучил, даже не вспотел. Так, гули. Хе-хе. Просто, просто одно блаженство, ребята, вот разбирать в этом костюмчике этих сосунков всех. Так, скордер и опять же гуль. Да, а если бы я сейчас был бы, например, снайпером или ещё кем-нибудь, блин, пришлось бы здесь повозюкаться, конечно, нам бы. Отлично. Медпакеты дают. Просто в изобилии их здесь. Угу. Ну, как видите, мы в этом костюме можем поражать только две цели за один раз. Поэтому третью цель приходится уничтожать немножечко попозже. Так, 325 кредитов. Но этого, конечно, очень мало. Вообще ничтожно мало. Но зато мы не тратим жизни и проходим с вами вот эту вот миссию практически на одном дыхании. Независимо, кто здесь против нас будет стоять, я со стопроцентной уверенностью скажу, что мы пройдём её налегке. Так. Это просто, грубо говоря, как бонус. По собиранию кредитов, оружия и патронов. Точнее, оружия я, конечно, погорячился, сказав. Именно патронов и кредитов. Так, опять гули. Сколько же тут медпакетов дают, а? Вы бы мне так лучше бы давали, когда я играю за реального наёмника, а не в костюме. А то ведь фиг дождёшься от них. Так, дальше у нас здесь три гуля. Сдохните, гули. Ты посмотри, а? В каждой комнате дают стимулятор. Офигеть можно, блин. Да ладно, смотри. Тут, тут стимуляторы, ракеты. Готовы, хлопчики. Так, а вот и выход, ребят. По-моему, мы с вами прошли здесь всё. Зачистку сделали. Да, именно так всё и получается. Ребят, давайте покидать эту зону. Левел комплит. Всё отлично. И мы, кстати, можем с вами... Ох ты! Давай, конечно же. Так, и карточки ещё получаем. Вот это вот называется фарт. Скаут у нас, ребята, получает уровень. Бензопилу нашли с вами. Опять топливо для бензопилы. Кровосос. Ё-моё! 20 к урону и 100 КХП. О, приёмная. Доступна для исследования. Отлично. Так, давайте мы с вами здесь сейчас... Так, здесь скаут уровень повысим. Забираем деньги. 1300 кредитов. За выполненное дополнительное задание. Убейте 12 монстров. В принципе, всё нормально. Так, вскроем с вами ящик. Что у нас тут? Мясник. Батареи. Три штучки для плазмы. Кредиты 750. Обойма. И последняя... Опять кредиты 750. Ладно, хорошо. Тут уже хоть что-то более-менее такое. Так, и мы можем с вами улучшить. Но скаута я не хочу. А... Да, к сожалению, командоса я не могу. Не хватает кредитов. Неужели, блин, скаута раскачивать? Ну, как-то неохота мне. Мы можем наёмника, кстати, подкачать. А стоит ли тратить, а, ребят? На него деньги? Думаю, что он навряд ли. Вот Дельта Десант. Мне кажется... Блин, ну я не хочу бонусы раскачивать ему. Мне нужны именно урон, повреждения. Вот это вот. Так, тут у нас... Она с бензопилами, да? Плюс 10 единиц, если мы за 2000 кредитов купим. Так, и... Давай так, бонус к здоровью. Всё. Первая помощь. Ну, практически все деньги слили мы с вами. И у нас следующая с вами миссия начинается. Ладно, выбираем командоса, будем за него играть. Работа снайпера оставлять пустоту выше шеи врага. Вот это ты правильно говоришь. А знаешь, почему я использую оружие ближнего боя? Пушки слишком быстро. Не успеваешь насладиться, получить удовольствие. Теперь я даже таблетки у неё брать боюсь. Вы поняли? У нас медик-то, оказывается, ещё тот мясник. Ё-кл-э-мэ-не. Смотрим, ребята, что у нас тут сейчас получится. Меня сразу заморозили. Обалдеть. Просто. Угу. В общем, вы, ребята, поняли исход этой битвы у нас. Что меня сейчас просто-напросто здесь сразу и положат. Офигеть. Я не успел выстрелить, как меня заморозили. Оу, всё. Всё. Быстрый, как говорится, растрат хп у нас произошёл. Да. Гейм овер. Хорошо, ладно. С дробовиком чувак у нас не прокатил. Так. Давай-давай. Понятно всё. Попытка номер два, ребята. Ну, сейчас вроде бы как попроще, да? Раз. Два. Хорошо. Два выстрела. Нас кордера надо. С дробаша. Так, я понял, что ты поглощаешь. А, пулевой урон он поглощает. Частично, правда. Но всё равно это плохо для нас. Что тут у нас? Так, обоим. Ладно. Патрончики. Блин, тут одни у нас эти. Зомби. Скордер. Ну, они довольно ватные. Мы с вами это видим прекрасно. Так, а тут у нас зомбарь. Вот зомби это да. Три выстрела надо сделать. Хорошо, фиг с ним. Должны затащить, по идее, мы эту лабораторию. Должны мы её пройти. Две ракеты. Шикарно просто. Так. Если здесь не будет никаких червей, там, фениксов, то должны затащить. Правда, не дают почему-то мне никаких подхилов. Они мне очень сейчас нужны. Чёрт. О, стимулятор дали. Спасибо вам большое. Так, здесь у нас эскордеры и зомби. Бинго. О, стимулятор ещё дали. Отлично. Как видим, у меня накопился перк, ребята. Надо, наверное, будет его сейчас использовать. Вон там будут два чубрика стоять. Вот на них мы как раз и потратим, да? Заморозили их и расстреливаем. Отлично. Так, дали ещё один симулятор. Хорошо. Вроде бы всё. А, нет. Куда всё? Ещё тут, оказывается, у нас зомбари и эскордеры там стоит. Надеюсь, это последние враги. Ну. Нет, пакет дали. Хорошо. Да, ребят, по-моему, всё. Так, проверим. Да, зачистили. Отлично. Ведь правильно, как говорится, раз на раз не приходится, да? Если в первый раз мы не смогли пройти, то во второй обязательно у нас что-нибудь получится. Бензин. Для пензопилы получили 66-я миссия у нас с вами, ребята. Через один ход у нас прилетит наш транспортник. Ладно, фиг с ним, подождём. Поехали дальше разбираться с этими тваринами всякими, которые здесь. Ну, что я могу сказать. Зомби, в принципе, нормуль для нас. С ними мы как-нибудь справимся. Плюс у нас там лежит стимулятор. Мы с вами подхилимся в любую секунду. Так, готов. Разобрали мы его. По кредитам очень-очень кисло у нас, ребята, идёт, конечно. Я прям немножко расстроен. Ну, что это за фигня, да? Так, стимуляторы. Ну, хотя бы на стимуляторах будем выходить. Выравнивать свою ситуацию. Опять этот чувак просит кофе. Гуль, ну какой тебе кофе? Тебе пулю в черепушку надо пускать, а не кофе давать, блин. Так. Опять у нас тут зомбарь стоит. Гуль и Скордер. М-м-м. Давай-ка с них начнём. Так, гуля добили. О, медпакет дали. И дальше у нас идут одни зомби. Шикарно. 15 кредитиков заработали. И ещё один зомби тут стоит у нас. Всё, его на раз буквально хватило. Просто сдуло ветром с моего дробовика. Скордеры. Ну, это фигня всё. Никаких проблем с ними нету. Так, и здесь у нас Скордер тоже будет. А наверху у нас зомби, да, значит, стоит. Зомби, да? Гуль, гуль, нафиг. Какой зомби? О, медпакет дали. И, кажется, всё. Ага, всё. Чё-то я вперёд, ребята, паровоза бегу. Вот теперь, по-моему, всё. Проверяем. Да. Покидаем эту зону, ребята. На 100% пройдена миссия у нас. Причём довольно легко отдать чемодан, а. Всё время хочу чемоданчик, но нет. 67-я миссия. На 68-й у нас будет комплект карточек, ребята. Давайте попробуем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я тут просто работаю. Кровосос. Вот мы до них и добрались. Ух ты, ну... Слушайте, я не знаю, может быть, нам везёт, но разбираются они, по-моему, быстро. А, он ещё, смотрите, ребята, он отхиливается потихонечку. О, вот у него какой и странный скилл есть. Кровосос. То есть, он меня бьёт, и за счёт того, что наносит мне повреждения, отхиливает себе немножко хп. Хитрый ход. То бишь, это, грубо говоря, вампиризм у него. Так, стимулятор. Спасибо большое. Так, гуль гнилой, вали отсюда, ты мне не нужен. Так, паучки. Опа-на, нет паучка больше. Не было и нет, вот мой ответ. Два паучка. Так, стимулятор, шикарно. Полностью у нас пока хпшки. Никаких растрат нету. Так, давайте-ка мы вот этого кровососа. Ой-ёй-ёй-ёй, а чё это, чё это так пошло-то плохо всё дело? Да ладно тебе, блин. Ты смотри какой, а. Я чё-то не понял, как это так может быть? Если дальше так пойдёт дело, мы, боюсь, тут не затащим эту каточку, ребята. Да что за фигня-то, блин? Поначалу вроде как-то всё было легко и просто. Что он сейчас усилился, что ли? Я не пойму. Хорошо, ребята, как вариант, давайте мы с вами заменим пушку. Так, 16 зарядов у нас есть у разрушителя. Будем сейчас с ней разбираться. Так, поехали. Хе-хе-хе. Может быть, может быть, за счёт этой пушечки мы с вами и затащим. Так, перезарядка. Опачки, окажется, ничего мы здесь не затащим. Блин, паучок. Ладно, давай мы тебя шваркнем. Да что ж это за фигня-то? Ещё один паук. Блин, ну невыгодно, ребята, как-то получается у нас стрелять с этой пушки. Готов. О, наконец-то, наконец-то мне дали медпакет. Скорее всего, пройдём, ребята. Пройдём мы с вами. Всё. Нет, ещё гуль гнилой, блин, тут, а. Ладно, хорошо, давайте его нахлобучим. Должны, должны победить и... Да, ребята. Хе-хе. Проходим, проходим мы с вами эту миссию. Сложновато, конечно, было, немножко опасно, но, тем не менее, мы прошли. Слава яйцам, как говорится. И забираем карточки. Давайте смотреть, что у нас тут выпадет. Скаут, отлично. Так, толстяк М2, нифига себе. Кредиты, 500 штучек. Так, бронебойные. Вообще замечательно. И стражник ада. Ё-моё, ещё круче монстр. 30 атаки. Ха-ха, блин, вообще ужас, ужас, ребята. Вот и транспортник нам, наконец-то, прислал нам ракеты. В коем-то веке. Давайте его улучшим. Всё равно нам не хватит его полностью прапать. Ну, на сколько хватит? Да, совсем чуть-чуть не хватает. Буквально 3000 кредитов. Ну, а на этой ноте, дорогие мои друзья, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то с вас, пожалуйста, лайк. А мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом всё. Всем пока. До скорого, ребята.